Канобу.ру представляет Взять хотя бы новость про смерть игровой студии ДАД, ответственной за появление на свет третьей части Disciples. Дитя творческих мук получилось симпатичным, но дефективным, как говорится, в семье не без урода. К сожалению, недавнее дополнение не оправдало надежд ни поклонников, ни, видимо, самой студии. Иронично, что часть сотрудников почившей компании продолжит работу над следующим дополнением про гномов. Ну, а то, что уже вышло, придется дошлифовывать напильником. Правда, порой кажется, что легче было для этого Буратины новое полено найти. Если вы играли в четвертую или пятую Resident Evil, вы, вероятно, вспомните особый режим игры на время — Mercenaries. Так вышло, что авторы решили развить этот режим до полноценной игры, значительно изменив ее. Во-первых, добавили стереоэффект и отправили на портативную платформу 3DS. Во-вторых, теперь можно включить камеру с видом от первого лица, во время передвижения разрешили стрелять, а персонажи могут получать разные умения. Надеемся, что этой весной мы уже увидимся с любимыми героями. И мертвецами. Кстати, о любимых героях. Квинтэссенция агрессии и жестокости по имени Кратос появится в новой Mortal Kombat, правда, только в версии для PlayStation. Увы, в режиме истории за него сыграть не удастся, но ведь мы играем в файтинге не ради сюжета. Интересно, чем ответит Microsoft? Мастером-чифом? Сегодня день великих продолжений. 15 лет назад вышла вторая часть Варкрафта, которая многим российским игрокам запомнилась творческим переводом группы Слово-Палитра-Код. Дабуу. Ну а 13 лет назад нас бросили в атаку на планету Строгос в шутере Quake 2, тем самым положив начало моде на суровых космодесантников. Но вернемся из глубин космоса на Канобу. Наши постояльцы вовсю жужжат, кипят и порой негодуют, обсуждая последнее дополнение для World of Warcraft. Вот и наш регулярный блогер Замбак разместил видео, посвященное катаклизму. Ксел попытался напугать нас интерактивным Вием. Провокатор Макс Берда отчитался, чему его научили современные игры. Мак Мэтт открыл нам необычную онлайн-игру Heaven and Hurt. Подходит к концу эта рабочая неделя, и завтра вы сможете посмотреть уже итоговые пятничные канобовости. А до них вам помогут скоротать время два интервью. Одно с разработчиками из Blizzard, а второе с Сергеем Орловским, идейным вдохновителем игры Prime World. Мы же с вами прощаемся до понедельника. С вами был Александр Глаголев. Приятных выходных.